Привет, друзья! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов Будашин.ру, Будоблог.ру, Макевара.ру, Корректура.ру, докторшилов.ком Также каналов на ютубе Михаил Шилов и Михаил Шилов Live Channel Подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь И будем общаться с вами интересно, постоянно, часто, регулярно Все будет клевченко в самом лучшем виде Как обычно, такую серию подкасты за рулем я записываю именно когда я за рулем То есть еду после тренировки, на тренировку и так далее Вот сейчас еду с тренировки И как раз сегодня, ну как уже за последние несколько тренировок Я готовлюсь к соревнованиям Захотелось мне вдруг ни с того ни с сего поучаствовать в соревнованиях Готовился я в основном к экзамену А к экзамену готовишься, работаешь Где же ката, кумите В какой-то момент, тут еще провокационные вопросы После того, как я выложил свои ката в инстаграме там, да, с тренировки То, что посмотрел там, как делаю Типа, Михаил, будешь участвовать? Я подумал, да не, наверное, не буду А что, в принципе, такой мысли не было сначала Потом подумал, подумал, собственно говоря, подготовка-то одна и та же Ну, за небольшим исключением, за небольшой разницей Все-таки требования к программе соревновательной Отличаются немножко от программы дистанционной Смотрятся разные, значит, акценты Но подумал, подумал и решил, что, по крайней мере, в ката-то я заявлюсь точно Почему с кумите, думаю еще, стоит или нет Объясню Потому что долгие годы, в протяжении лет, наверное, 15 Я в кумите по правилам карате Фудокан карате Бесконтактного карате Не участвовал Соответственно, хоть и сохранилось И тач-контроль и все остальное прочее Но, конечно Требования к соревнованиям и таймингам и все остальное Несколько иное, да И, конечно, соблюдение правил Когда работаешь постоянно в контакт То в бесконтакте работать по правилам сложновато бывает Да, потому что и техника отличается разительно Наиболее эффективные техники для бесконтакта Как правило, неприемлемы в контакте И наоборот А вот в ката решил поучаствовать Когда-то это была моя любимая дисциплина Очень мне это дело нравилось Вот В ката я участвовал постоянно в соревнованиях Самых разных Да, самого разного уровня И выигрывал И призером становился нередко Вот, поэтому Подумал-подумал И решил, что, коль скоро к аттестации готовишься То и Можно подготовиться и к соревнованиям по ката И Сразу же задал себе вопрос Вот Надо было его раньше задать на самом деле Сначала задать вопрос А потом уже Думать Стоит или нет Зачем это Мне это нужно Зачем Ну Скажу про себя лично Что меня побудило На Все эти вещи Ряд причин Во-первых Ученики мои Которые меня постоянно провоцируют Которые уже имеют разряды выше, чем у меня И говорят Михаил Юрьевич Вы же наш сенсей Давайте сдавать экзамены Как это предыдущие И они меня сподвигли на экзамен Давайте Надо сдавать Он говорит Обязательно Ладно Что-то так Ну то говорили Пошел тестоваться Сдал Здесь тоже Готовлюсь к аттестации Михаил Юрьевич Нормально ката В принципе Можно Мне вообще прикольнуло В вашем возрасте В вашей дисциплине Будет Наверное Хорошо Блин В возрасте Какой возраст 42 года Всего Ну ладно Хорошо Говорю Хорошо Стоит Да Ну стоит Подумал Подготовка Та же самая Давайте Попробуем А вот Что это Даст Даст ли мне Что-то Вообще Подумал Подумал Анализировал Потому что Это требует Времени Которого у меня В принципе Постоянно Не хватает Несмотря на то Что вроде как Успеваешь До хрена Всего делать И люди говорят Михаил Юрьевич Когда же Столько всего То есть Столько проектов Столько дел Когда все А тут еще Надо на себя Навесить Дополнительные Ежедневные Тренировки По подготовке Это как Минимум Полтора Два часа Плюсом К тренировкам Каждый день Еще Вот По совсем Другой теме Которая уже Отчасти Подзабыта Вот Именно по этой причине Я и решил Что стоит Это попробовать И стоит Этим вообще Позаниматься Да Именно потому Что Подзабыта Не потому Что Как чемодан Без ручки Которые И нести Неудобно Бросить Жалко Нет Разностороннесть Подготовки Особенно Специфической Подготовки Это всегда Классно Особенно Когда Вспоминаешь Те вещи Которые Делал Ну как считаешь Классно В принципе Никогда не забывал Просто Не работалось Это в рамках Подготовки К соревнованиям Или в рамках Подготовки К аттестации Всего-то на всего Вот А так-то Динамика Вся База Биомеханика Она вся Каратистская Которая была Она никуда не делась Она вся Сохранилась Ну нужно Просто Подточить Немножко И все И вот Это вот Как раз И послужило Причиной того Что было принято Окончательное решение Что я Буду Етестовываться Ну по крайней мере Попытаюсь Если Допустят К аттестации Вот И самое главное Поучаствовать В соревнованиях Ну уж к этому Точно допустят Вот сегодня Уже написали Заявку То есть Теперь Как бы Обратного пути Нету Может повлиять То какая-нибудь Исключительная Причина Вот На то Что я Не выйду На соревнования А так Желание У меня У меня Уже Как таковое Созрело Оно у меня Есть Вот Взбудоражит Ли эта кровь Да фиг его знает Друзья мои Не знаю Такого вот Ажиотажа При соревновательной Подготовке Как это было Когда Был Молодой И чемпионаты Были Высокого уровня Международные Там всякие Различные Все Ну нету Такого Я не скажу Конечно Что мне Абсолютно Пофигу Как я Выступлю На соревнованиях Для меня И не главное Выйти Я хочу Выйти Круто Ну то есть Постараться По крайней мере Сделать Все возможное И быть на уровне На уровне То есть Реально Быть на высоте Я конечно Понимаю Что Когда Не участвуешь В соревнованиях С десятилетиями Когда в принципе Тебя никто не знает Уже Все забыли И весь Сансудейский Как говорится Ну комитет Внимание Светофор Ограничение скорости Я не знаю А есть определенные фабориты От которых ожидают Ну побед Которые уже на протяжении Лет Стабильно показывают Определенный результат Входят в призеры То собственно говоря Трудно надеяться Да Что Вот так вот С первого раза Раз И там Займешь там Первое место Тем более Надо понимать Что первому месту Надо соответствовать И когда не занимаешься Годами Это трудно Вот Когда не делаешь Вот именно В соревновательном режиме Ката Годами Это сложно Потому что Тут Нюансы Все решают Нюансы Нельзя путать Делание ката Пускай Пускай даже Дерегулярные Постоянные С подготовкой Катов В соревновательном режиме Ну отличаются Они Ну реально Сильно различаются Что ни говори Вот Поэтому Собственно говоря Но мне Конечно Не все равно Как я Буду выступать Хочется Соответственно Выступить Очень Хорошо Вот Кровь Это не Взбудоражит Но Стараться Реально Буду Что-то Это Даст Я не знаю Вот есть Люди Которые Ходят Предположим В горы Потому что Они Очень Любят Горы Они Собираются В альпинистские Какие-то Походы Для того Чтобы Не для того Чтобы кому Что-то доказать Им просто Действительно Знравится Красота Гор А есть Такие Люди Которые Не фанатеют Так от Гор Но считают Что некоторые Вещи Надо делать Для того Чтобы Для воспитания Духа Характера Потому что Мужчина Должен Делать Определенные Вещи Определенные Вещи Делать Уметь И вот Здесь Вот Выступление На этих Соревнованиях Будет Моей Так называемой Осознанной Глупостью Апокарловской Стане Если Говорить То есть Я конечно Понимаю Что со всех Рациональных Точек Зрения Наверное Мне это Вообще Незачем Абсолютно И даже Не сказал бы Что мне Особо Хочется Но вот С целью Для того Чтобы Это Сделать Поставить Определенный Там Актив Не просто Крестик А пройти Определенный Этап Подготовки Который Безусловно Будет Положительного Плана Потому что Когда Регулярно Тренируешься В определенном Аспекте То И Любой Регулярный Тренинг В любой Сфере Приводит К достижению Определенного Рода Результатов Результатов Как правило Положительных Если Заниматься Правильно Поэтому Все Это Не Канет В лету А Даст Очень Хорошие Результаты Вот Поэтому Стоит Это Пройти Я Много В жизни Делал Подобным Образом Не только Когда Повлечен Какими-то Вещами А Некоторыми Вещами Занимаешься Потому что Не потому что Они тебе Сильно Нравятся А потому что Неплохо Уметь Их Делать И Некоторые Вещи Делать Обязательно Например Я Стреляю Стреляю Стенд По тарелкам Стреляю Из пистолета Хотя Из пистолета Стрелять Я стал Буквально Всего лишь Два Три Года Назад И Не тяготел Я никогда К пистолету Вот С ружья Стрелять Мне Очень Нравится Стреляю Я С ружья Неплох Сказал Даже Хорошо Причем Все И Просто Пулевую Стрельбу И стенд Кабан Оленя И тарелки Все Нормально Получается Вот А вот Из пистолета Не стрелял Не умел Даже Вообще То есть Ну как Даже в руках Не держал Три года Назад Снялся И Не скажу Что я испытываю От этого Глобальный Кайф Какой-то Просто Считаю Что делать Это Надо Вот И здесь То же Самое Что Тоже Считаю Что Это Надо Надо Пройти Этот этап Надо Это Сделать Это Неплохо Вообще В принципе В принципе Неплохо Вот А кто Что думает По этому поводу Други мои Обязательно Пишите В комментариях Кто смотрит На фейсбуке Пишите В фейсбуке Кстати Когда закончится Скантак Эфир Вы Все равно Вопросы Можете Там Оставлять Потому что Люди Просматривать Будут Я буду Просматривать Кто Вопросы Задал На них Отвечу Безусловно Мы можем даже Подискутировать В таком В письменном режиме А также Это видео Появится На ютубе Вот И можно будет На лайв ченнел И можно будет Посмотреть его там И тоже Подискутировать На эту тему То есть На самом деле Интересно Интересно Узнать А как вы Считаете И сами Распринимаете Участие В соревнованиях Когда Вам Как говорится Уже за 30 За 40 Или даже За 50 За 60 И так далее Вот Единственное Только что Не нравится В таких Вещах Это Некое Снисхождение Когда начинают Рассуждать А А по поводу того Ну Для его возраста Он делает нормально Это вот Конечно Бесит На самом деле Это Неправильно Абсолютно Не знаю Об этом Может быть И можно говорить Когда делает Человек Которому За 80 Он действительно Динамичен Подвижен Но Нету Предположим Взрывной силы Да Ну Там Можно сказать Да Ты пойми Что Здесь все Компенсирует Опыт А делает он Вообще Это классно Но когда Выходит Человек И делает Ну реально Слабо Прям совсем И говорит Ну и что Он же В ветеранской категории Выступает Поэтому это Допустимо То Ребят Это конечно Хрена Тень полная Не должно Так быть В любой Категории Надо выступать Хорошо Вот так вот Ну ладно Я вижу Вопросов По этому поводу Нет И дебатов Нет Поэтому Кто только Подключился К эфиру Обязательно Просмотрите Сначала И оставьте Свои комментарии Обязательно Почитаю Отвечу Подписывайтесь На мой канал На ютубе Где-то Видео Тоже будет Будет оно На ютубе На канале Лайв ченнел Михаил Шилов Вот Там тоже Можно будет Обсудить Эту тему Ну что Друзья До встречи Всем пока Субтитры Субтитры